30 декабря прошлого года Государство Думы приняло закон об участии в долевом строительстве многоквартирных жилых домов, который с 1 апреля вступил в законные силы и в настоящее время уже действует. Было много полемики насчет того, что закон не своевременен, то есть очень быстро вступление в силы, создает большие проблемы для строительства, внесены предложения по его изменению, но на сегодняшний день, пока он действует в той редакции, которая есть. В чем смысл этого закона? Ни для кого не секрет, что строительные схемы, которые у нас применяются в Российской Федерации, они не всегда используются во благо застрой заемщиков или дольщиков физических лиц, которые вкладывают деньги в строительство. И многие, кто сталкивался с этим проблемами, они понимали, что либо стройки затягиваются, иногда даже застройщики панкротятся или разбегаются, и объект замораживается, и даже после окончания строительства люди годами ждали, пока оформлено справа собственности. То есть проблемы были, и права физических лиц, конечно, требовали какой-то защиты. Вот исходя из этого, что накопилось много проблем, плюс ориентация нашего правительства на рынок доступного жилья, а все прекрасно понимают, что без развития строительства обеспечить доступное жилье практически невозможно, потому что это просто будет постоянно спрос на вторичное жилье, что повлечет за собой рост цен. Вот исходя из всех этой совокупностей было принято решение о необходимости принятия какого-то закона, который бы четко урегулировал взаимоотношения застройщика и дольщика, который вкладывает деньги в строительство жилых домов. Вот отсюда родился закон в том виде, который мы сейчас имеем, и вот с 1 апреля он уже действует. Ну, можно, конечно, спросить, что хороший он закон, плохой закон, кого он защищает, кого не защищает, но я бы разделил его на два момента. С одной стороны, это закон хороший для физических лиц-дольщиков, который, в принципе, и цель этого закона была, это защитить права инвесторов, в первую очередь физических лиц. С другой стороны, он несколько ограничивает права кредиторов, банков, которые вкладывают свои денежные средства в стройку, вот, то есть не дают кредиты физическим лицам на покупку этих квартир, а вкладывают деньги именно в строительство жилых домов, то есть дают кредиты застройщикам. Ну и, соответственно, конечно, он значительно ссуживает права застройщиков. Но я бы не сказал, что это закон такой же очень страшный для строителей. Конечно, там есть много проблем для них. В первую очередь, то, что те застройщики, которые работали до поступления в силу этого закона, они, естественно, всегда, как правило, использовали деньги дольщиков, еще начиная на самом начальном этапе разработки документации, отвода земель и так далее. То есть все, что делалось для начала строительства, все это, как правило, делалось на деньги дольщиков. Поэтому понятно, что людям в некоторых местах приходилось, может быть, не месяцами, а даже годами ждать, пока застройщик приступит к строительству дома. Уже не говоря о том, что он его там когда построит. Более того, что строительство, как правило, всегда начиналось, когда застройщик еще даже не имел до конца согласованной разрешительной документации, проектно-смертной документации. Ну, поскольку все понимают прекрасно, что это и время занимает, например, для того, чтобы получить разрешение на строительство дома, вот иногда время уходит до года. То есть это тоже одна из наших проблем в сегодняшней действительности. Поэтому, естественно, как-то эти моменты все сгладить, я осуществляла строительство, еще даже не имея разрешительной документации. Но мы видим, что в последнее время очень много есть случаев, когда у нас идет и обрушение домов в ходе строительства, и строятся дома с большими недостатками, либо строятся дома на земельных участках, на которых вообще запрещено строительство, там плывущий грунт какой-то, пески и так далее. Ну, то исходя из всего этого, решили, значит, принять закон, согласно которому застройщик должен узаконить свои действия в плане начала строительства. То есть он должен опубликовать себе всю информацию, то есть кто он такой, какой у него там уставный капитал, допустим, какими денежными средствами он обладает, кто у него учредитель и так далее. То есть всю информацию себе, чтобы люди видели и знали, что можно ему доверять или нельзя. Плюс он должен получить землю в установленном законном порядке, либо в собственность, либо в аренду, на срок строительства, естественно, если это в аренде земля. То есть, чтобы было видно, что он на законных основаниях занимается этим строительством. И оформить, естественно, разрешение на строительство дома. То есть это проектно-смертную документацию, получить постановление главы администрации или соответствующего органа управления о том, что ему разрешено строительство данного конкретного дома. И уже только после этого приступать к привлечению средств заемщиков. В принципе, с одной стороны, мы так думаем, что эта мера вполне оправданная. Почему? Поскольку, я еще раз говорю, застройщик, который вложил на первоначальном этапе свои денежные средства, а в данном ситуации он все это может делать только за счет своих средств, поскольку ему запрещено новым законам привлекать деньги на этой стадии дольщиков, то, я думаю, вряд ли у него появится какое-то желание в дальнейшем либо халатно подойти к своим обязанностям по постройке дома, либо вообще там куда-то исчез. Потому что он, в принципе, затраты, связанные с отводом земельных участков, проектно-смертной документации, так далее, они немалые. Поэтому у него уже появляется стимул все-таки закончить строительство и получить ту прибыль, на которую он рассчитывает. И второй момент, то, что дольщики, по крайней мере, они получают уверенность в том, что строительство будет завершено в сроке установленной. Почему? Потому что их деньги будут направлены конкретно только на стройку, на приобретение материалов и так далее. И плюс то, что те сроки, которые установлены настоящим законом, они позволяют им надеяться, по крайней мере, на какую-то ближайшую перспективу, что они получат квартиру там в скором будущем. Поэтому мы считаем, закон, в принципе, нормальный. Было очень много разговоров и споров со стороны, в основном, застройщиков, что данный закон затормозит жилищное строительство, сколыхнет цену на рынки и так далее. Но мы считаем такие волнения преувеличенными. Потому что по отзывам из регионов, с которыми агентство работает, многие застройщики, во-первых, уже подготовились к вступлению этого закона в законную силу заранее. То есть одни, допустим, успели получить разрешение на готовящиеся объекты к строительству уже до 1 апреля, так сказать, то есть на них этот закон уже не распространяется. А другие застройщики, ну, в основном, это крупные компании, они сообщают, что они проблем с законом не видят, и поэтому у них достаточно денежных средств для того, чтобы оформить все необходимые документы, вот так, как требует этот закон. Поэтому мы так думаем, что максимум, чей интерес этот закон может затронуть и существенно повлиять на их деятельность, это, конечно, мелкие компании, те, которые не обладают достаточным резервом своих собственных средств. Вот, ну, мы надеемся, тут одно из двух, либо они вынуждены будут искать какие-то финансовые вложения в свои организации, вот, либо будет объединяться с более крупными компаниями для того, чтобы исполнять этот закон. Что касается всплеска цен на жилье, мы резкого всплеска не ожидаем, вот, почему? Потому что в настоящее время, к моменту вступления закона в силу на территории России, уже есть много объектов, строительство которых либо начато, либо заканчивается, и, соответственно, изменение соотношения там спроса на квартиры на первичном рынке и на вторичном, оно никак не нарушается, а те застройщики, которые планируют возведение дополнительных площадей, вот, то это, в принципе, те же самые, которые сейчас заканчивают строительство или там начали какое-то новое строительство, вступление законной силы. Поэтому, в принципе, у них есть достаточно времени и средств для того, чтобы оформить все необходимые документы на новую стройку. Поэтому какого-то значительного колебания цен мы не предвидим. По крайней мере, вот по отзывам наших региональных агентов, с которыми мы работаем. Что касается прав дольщиков, физических лиц по этому закону, то есть какие права они имеют. Ну, во-первых, дольщик имеет право ознакомиться для начала со всей документацией застройщика, начиная от проектно-смертной документации и заканчивая всеми его учительными документами. То есть он имеет право уже, в принципе, он имел и раньше, но сейчас ему это законодательно закреплено, вот, иметь представление о том, значит, кому он дает свои деньги. То есть насколько это надежная компания, насколько надежны сроки, насколько там все правильно оформлено и имеет юридическую силу те документы, которые вот ему представлены. Во-вторых, вкладывая деньги, допустим, перечисляя, он заключает договор на участие в строительстве жилого дома. Если раньше одна и та же квартира, допустим, могла там, грубо скажем, перепродаваться неограниченному количеству лиц, там, где недобросовестная застройщика, то есть на одну квартиру заключалось несколько договоров, и эти факты есть, и что греха таить, все это прекрасно знают. То сейчас это уже будет проблематично сделать. Почему? Во-первых, каждый застройщик обязан вести себе книгу учета заключенных договоров, это раз. И второе, каждый договор, который он заключает с юридическим лицом, он подлежит государственной регистрации. А это значит, что он вступает в силу и становится юридически значимым только с момента госрегистрации. А поскольку у нас регистрация единая, ведется единый государственный лиц на территории всей страны, то допустить, что на одну и ту же квартиру будет зарегистрирован договор с разными лицами, это практически невозможно. То есть другое лицо, которое придет регистрировать, ему скажут, что на эту квартиру уже договор зарегистрирован, поэтому ему обязаны отказать. Поэтому в этом плане, по крайней мере, мы считаем, что довольно-таки значительно защищены права физических лиц от опасности того, что на его квартиру еще кто-то будет посевать. Кроме того, вкладывая деньги и заключив уже этот договор, естественно, права удольщиков не прекращаются. Во-первых, они имеют право контролировать ход строительства и уже конкретно смотреть, соблюдаются сроки строительства, не соблюдаются. Почему? Потому что заключает договор долевого участия. Одним из обязательных условий договора являются сроки строительства. Либо по квартально, либо по годам, в зависимости от объекта, естественно, возможности застройства, то есть того варианта договора, который он предлагает. Поэтому дольше праве его контролировать. Естественно, важным является окончание срока строительства. Если раньше во многих договорах, которые заключались, как правило, предусматривали примерный срок окончания строительства, приблизительный, что давало право застройщику увеличить его на неограниченное количество месяцев, дней и так далее, причем это не влекло за собой никакой абсолютно ответственности, то на сегодняшний день в договоре обязательно должно указываться конечный срок окончания строительства. Что это дает застройщику, простите, дольщику? Во-первых, он имеет право, если он видит, что идет нарушение сроков строительства, то есть поэтапно, или видит, что идут отступления, существенные отступления от строительства, там не соблюдаются какие-то нормативы, допустим, если человек разбирается в этом, он имеет право потребовать расторжения договора и возврата от тех денег, которые он заплатил. Более того, он имеет право потребовать от застройщика выплаты ему денежной компенсации на сумму денежных средств, которую он ему внес. Ну, как правило, это либо ставка банковского процента по ставке рефинансирования, которая установлена законодательством, либо иные основания, которые могут содержаться в договоре. Хотя закон прямо предписывает, что в этом случае он ему обязан заплатить за пользу чужими денежными средствами по ставке рефинансирования. Если же дольщик видит, что нарушаются сроки строительства, сроки ввода в эксплуатацию дома, он опять же имеет право потребовать расторжения договора, возврата ему всех денежных средств и выплаты, опять же, этой компенсации. Более того, дольщик по отношению, например, к другим инвесторам, юридическим лицам, он имеет определенные преимущественные права. Значит, в законе предусмотрено, что если застройщик получает кредит в кредитном учреждении на постройку дома, ну, это вполне нормальная практика, потому что, естественно, что не всегда в свои деньги хватает на постройку, то в том случае, если застройщик вдруг оказывается неплатежеспособным по каким-то причинам, да, и обращается в взыскание на его имущество, на строящийся дом там или на объект незавершенного строительства с целью продажи и так далее, то дольщик в этой ситуации имеет, во-первых, преимущественное право получения возмещения, вложенных в свои средства по отношению к кредитной организации. А в том случае, если денег для реализации, вот после реализации этого имущества становится недостаточным для компенсации вот всех требований, то права, которые возникли у кредитора, кредитного организации и у дольщика, значит, они удовлетворяются пропорционально заявленным требованиям. То есть здесь мы видим о том, что дольщик, в принципе, имеет приоритет по отношению к кредитному учреждению о возмещении убытка. Более того, законом предписано, что дольщик, заключивший договор долевого участия, он фактически является залогодержателем прав на строящийся объект и на земельный участок, на котором находится этот дом. То есть в данном случае регистрируется залог в силу закона именно на физическое лицо. То есть он имеет право непосредственно сам при необходимости обратить взыскание на те материалы, на тот объект, который строится, или на землю, если застройщик не выполняет свои обязательства, отказывается ему возвращать деньги или по иным причинам оказывается неплодержспособным. То есть, в принципе, я говорю, что в этой ситуации дольщики, конечно, имеют очень большие права. Все эти права, они реализовываются, как правило, через суд. Это в части обращения взыскания. Все, что касается требований по возврату денежных средств и уплате процентов, да, за пользование его денежными средствами, он сначала это может предъявить ему в писанном виде. То есть, если застройщик отказывается им выплачивать какие денежные средства, то он обращается в суд. Все, что касается обращения взыскания и требований, допустим, очередности взыскания, если есть еще кредиторы, то по обращению взыскания это только в судебном порядке идет. А все, что касается очередности, если кредиторы не договорились между собой о том, кто в каком порядке будет получать, или возникли иные спорные вопросы, тогда это тоже решается в судебном порядке. Что касается недостатков. Закон о долевом участии, да, это закон, который является своего рода услугой строительного подряда и, соответственно, на этот закон, и причем в самом законе это прямо прописано, распространяется закон о защите прав потребителей, который действует в отношении физических лиц. Так вот, согласно двум этим законам, дольщик имеет право потребовать от застройщика устранения недостатков, которые он обнаружил при приемке квартиры или увидел в ходе строительства, допустим, если он контролирует этот процесс, и застройщик обязан за свой счет эти недостатки устранить. Если он не устраняет, это опять же дает право дольщику либо потребовать уменьшения цены за квартиру, которую он внес, либо расторгнуть договор и потребовать, вот как я говорил ранее, возврата денежных средств с уплатой ему определенного денежного процента. Особенность еще одна этого закона в части этих недостатков в том, что если ранее кто сталкивался с договорами долевого участия или договорами инвестирования, как они назывались, в договорах либо не прописывалось, либо прописывался не более года срок гарантии на построенный дом. Так вот, новый закон, он закрепил конкретно, что этот срок гарантии является обязательным условием договора инвестирования, который заключается с дольщиком, и он должен быть не менее пяти лет. То есть, это значит, что если в течение пяти лет дольщик, заселившийся в квартиру, обнаружил какие-то скрытые дефекты, недостатки, которые были произведены в процессе строительства дома, он имеет полное право предъявить к застройщику претензию по поводу устранения этих недостатков, причем за счет застройщика. Конечно, вы можете сказать, что может возникнуть ситуация, когда застройщик обанкротился, его уже не существует в природе и так далее. Да, такие ситуации возможны, но это, в принципе, относится не только к застройщику, это к любой организации, которая оказывает услуги или продает материалы. Но, по крайней мере, я хочу сказать, что в настоящее время на законодательном уровне закреплено право дольщика требовать устранения недостатков в течение пяти лет после вселения в квартиру от того застройщика, который допустил нарушение при строительстве или что-то там не сделал. Законодателям в данном законе, который мы сейчас рассматриваем, предусмотрены обязательные условия, которые должен содержать договор на право участия в долевом строительстве. Конечно, застройщики, как правило, предлагают договоры уже типовые формы, свои там разработанные их юристами или где-то другими какими-то юридическими конторами и так далее. Это, в принципе, нормальная практика, потому что лицо, которое оказывает услуги, оно и предлагает свои условия. Однако каждому физическому лицу необходимо учитывать, что есть условия договора, которые произвольно устанавливаются стороной, а есть условия договора, которые сторона не вправе менять, потому что эти условия закреплены законом. Так вот, в данном законе есть отдельные статьи, которые посвящены только договору на право участия в долевом строительстве и которые закрепляют о том, что в этом договоре должны быть определенные существенные условия, отсутствие одного из которых говорит о том, что этот договор является незаконным. То есть он не подлежит регистрации, А если он зарегистрирован, значит он является ничтожным с момента подписания. Поэтому, когда физические лица заключают эти договоры и навязывают эту какую-то форму, ничего страшного в этом нет. Пугаться не надо. Почему? Во-первых, надо внимательно его почитать, посмотреть наличие существенных условий, о которых я остановлюсь ниже. Если эти существенные условия содержатся, то все остальные пункты, которые выходят за рамки закона, но в то же время не нарушают закон, это может быть какие-то дополнительные информирования о смене места жительства, дольщика, ограничения на уступку прав, информирование застройщика о чем-то и так далее. В принципе, они не влекут каких-либо негативных последствий за дольщика, и пугаться этого не надо. Поэтому самое главное внимательно изучить договор и посмотреть, насколько он соответствует закону и тем требованиям, которые законно установлены. Но вот в частности, что должно быть обязательно в этом договоре? В нем обязательно должен быть указан конкретный объект строительства, который подлежит сдаче в соответствии с проектно-смертной документацией. То есть не просто указан объект на земельном участке по улице, допустим, матроса Иванова, к примеру. Нет. А должен быть указан объект, так как он обозначен в проектно-смертной документации. То есть жилой многоквартирный дом, 9-этажный, из кирпича, из литого бетона и так далее. Литер объекта, номер такой-то и так далее. То есть все вот эти атрибуты, которые указаны в проектно-смертной документации. Обязательно в договоре должен быть указан срок сдачи объекта в эксплуатацию. Если раньше, как я уже говорил, срок сдачи длился годами, вот у нас есть, например, случай, когда в одном из регионов дом закончен строительством в 2002 году, реально сдан только в 2004 году в эксплуатацию. В нет, или там до сих пор не подписаны документы. Так вот, в законе теперь указано, что должен быть указан конкретный срок сдачи в эксплуатации, причем нарушение этого срока не должно быть более двух месяцев с момента, с которым указан договор. То есть если он в течение двух месяцев, с момента окончания не сдан и дом в эксплуатацию, дольщик имеет право требовать расторжения договора, возмещения убытков и так далее. Кроме того, договор обязательно должен содержать цену сделки, срок и порядок ее оплаты. Это обязательное условие, но в принципе не только по этому договору, но и по всем, потому что цена всегда является обязательным условием. И последнее условие, которое он должен содержать, это гарантийный срок. Как я уже сказал, он не может быть менее пяти лет, поэтому если застройщик установит срок гарантии 10, 15, 20 лет и так далее, пожалуйста, это не запрещено. Но меньше пяти лет он установить не может. В принципе, вот это вот существенное условие, их вполне достаточно для того, чтобы дольщик был более-менее уверен в том, что он квартиру получит в тот срок, который я говорю. Ну, естественно, при условии того, что сама фирма, то есть сама организация, которая занимается строительством, она обладает соответствующими специалистами, техникой, у него есть договоры на поставку строиматериалов и так далее. То есть, почему я вот все время обращаю внимание в тех выступлениях, когда они случаются, о том, чтобы лица внимательно изучали организацию, внимательно изучали их документы. Если есть возможность, изучали историю этой организации, какие-то отзывы о ней и так далее. То есть, поскольку строительство дома – это непростой вопрос, в принципе, требует больших финансовых вложений, отвлечений, плюс по окончании строительства еще требуются денежные средства для того, чтобы косметические ремонтные, мебель закупить и так далее. То есть, в принципе, это довольно-таки дорогостоящая вещь. И поэтому, чтобы не попасть в просаг, как говорится, нужно внимательно все это стесняться, здесь этого не надо. Почему? Потому что многие недобросовестные организации, они именно этим и пользуются. Когда нарисуют красивую картину физическому лицу, обложат его красивыми цветными буклетами, налощенной бумагой и так далее, со всеми графиками, рисунками. Человек, конечно, солидный офис, его пригласят, он там увидит, он там расплывется в улыбке, что это какая хорошая фирма, внесет деньги, а обождать ничего не получит. Поэтому не надо надеяться на всю эту покраску, вот, как у нас в России говорят, да, встречают по одежке, провожают по уму. Поэтому встретил фирму, очень хорошо, покажи документы, посмотрел, все изучил, удостоверился, что все нормально, значит, тогда более-менее спокойно можно вкладывать денежные средства. Может такая существовать проблема, что дольщик может отказаться от участия в инвестировании, потребует там возврата денежных средств и так далее, но, к сожалению, риск он в любом случае где-то существует. Но я думаю, что те застройщики, которые осуществляют строительство уже по новому закону, то есть фактически имеют денежные средства для начала строительства, вот, и в принципе, и фактически их вкладывающие, то я думаю, выход дольщиков из стройки, вот, он не должен причинить особого вреда застройщику. Что касается массового выхода, там, кто-то договорился, там, ну, я думаю, вряд ли это тоже произойдет. Почему? Потому что стоимость жилья, даже на этапе строительства, она требует довольно-таки значительных денежных средств, в принципе. И поэтому отвлечение этих денежных средств там от семьи, от своего дохода, допустим, или там от оборота предпринимателя только для того, чтобы через месяц сказать застройщикой за ним и пошутили, давать деньги обратно, ну, знаете, это несерьезно. Хотя, говорю, да, риск такой может быть, но он настолько маловероятен, что, я думаю, не стоит его, по крайней мере, особо на нем акцентироваться. Хотел бы обратить внимание на следующее. Настоящий закон вступил в силу с 1 апреля этого года, 2005. Но это совершенно не значит о том, что все застройщики должны теперь с 1 апреля неукоснительно соблюдать этот закон. Дело в том, что в законе есть статья, которая говорит о порядке вступления закона в силу. Так там предусмотрено, что закон, который вступил в силу с 1 апреля, он распространяется только на те правоотношения, по которым разрешение на строительство дома получено после 1 апреля, то есть после вступления закона в силу. Это означает, что если застройщики, осуществляющие строительство, получили разрешение на строительство дома в 2004 году, в 2003, но еще не приступили к строительству, если срок его разрешения не истек, они могут в любой момент приступить к строительству, значит и на них этот закон распространяться не будет. Даже те застройщики, которые получили разрешение на строительство 30 марта, к примеру, за день или за два до этого закона, на них этот закон тоже распространяться не будет. Поэтому вот это вот в принципе застройщики тоже и дольщики должны знать, поэтому когда они изучают документы или друг друга изучают, они должны понимать, по каким законам будет осуществляться строительство и по каким законам будет регулироваться их права отношения. Кто заключил договоры до 1 апреля, то есть имеется в виду застройщик, который уже был разрешен до 1 апреля, конечно этот закон на них не распространяется и те требования, которые изложены в этом законе, значит к ним обращаться дольщик уже не может. То есть он должен уже руководствоваться гражданским законодательством, которое действовало до 1 апреля, вот к тем законам, которые действовали до 1 апреля, но это в принципе гражданский кодекс, у нас их не так много, и закон о защите прав потребителей. Поэтому все договоры, которые они заключили до 1 апреля, они сохраняют свою силу, не прекращают свои действия и соответственно он будет ждать окончания строительства и получения квартиры, исходя из тех договоров, которые заключили.